здравствуйте, сегодня мы продолжим проходить игру border zone по границе в общем, в прошлый раз мы остановились в высолении на симуляторе дерьмовой работы блин, я даже не знаю что к этому добавить, то что это миссия самая настоящая симулятор дерьмовой работы, нам нужно будет торчать на этом складе в общем этот миссия пытался пройти три раза по-разному и в принципе итог всегда был один и тот же, меня пытались кинуть на бабки, то есть мало того что мы тут будем вкалывать нас тут просто напросто будут под конец разводить бабло, ну так мало так козлины тут упоролы вот и поэтому я даже не знаю что к этому добавить, самое главное не проспать, там по-моему 6 часов в 6 часов придет придет насельника нет, я проспал, в общем можем подойти к этому насельнику вот то есть это один из тех кустов который я что-то так и не понял в общем я послал в итоге нахер потому что пытаться с ним что-то так ввести диалоги он это самое включает стандартного российского начальника я все-таки обдумывал взять ли Роксолану с собой Роксану но что-то как-то но я решил этого не делать потому что там у нас будет танк покруче, а у нас как бы нужен танк еще один для того чтобы прикрывать наших магов обратите внимание, жало светится красно, как у плохого GM так я думаю сегодня мы извини извинием наверное в первый крупный город черты где-то вы меня уже мать я меня сейчас натуре этот загрузок света музыка окончена козла вот раз уж начали надо завершить до конца зачистую от волков местных местные окрестности так оракул все еще там пойдем к мы от него пока он опять не начался на норовоучение читать до козы маги умеется спиной что есть гуд ну куда-то кинулся петя всегда следите за своими магами что они делают потому что они не всегда адекватно себя ведут иногда они быстрее вас ну куда тебя черт понес а нафига тебе это было надо пошли отсюда хоть с первого раза не убили потому что физические повреждения их костюм вообще почти никак не держит но куда тебя черта просто отставать начал так хорошо здесь и схожу за и руль так ну что ж как я читал в самом первом выпуске это вот те самые твари которые водятся в шахтах отвратительные существа которые почему-то жрут руду не помню извиняюсь да по моему с них падает серебро серебро я вам тратить пока не советую потому что серебро еще пригодится так вот да мы наверно двинем сегодня в мазм мазм это перевалочный пункт и плюс шахта в одном лице отсюда столицу доставляется серебро добытое на шахтах вот и в принципе здесь мы можем найти первый банк алоэд кредит банк так здесь же можем подойти таверну побольше уже не ту которую мы видели до этого и в принципе это уже полноценный город а не какой-то там поселок кого-то вот слева вы видели шахту это нам постоянно грубятся так вот вот она слева остается шахта справа будет вход в сам город сейчас прямо на ракурсе камера при шахте можно вот козорогов двоих встретить которые которых подрядили а зачистить местную шахту от нечисти вот но они засали и поэтому ждут кого бы то ни было чтобы им подмогли вот такая вот ситуация ухты ухты прямо из-под ног вылез вот это поворот так так но хорошо дайку сонки учетом и 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 я я и и и и и и и и всех серебро в желудках умном нам так ну вот эти все долины их ними просто кишет а в шахтах их вообще немеренно придется нам о паньте а ванна да заметьте одни травят них отравление на старпер чека напали хорошо что всегда можно танкануть так хорошо обберем сделаем посмертное вскрытие вот так ну я наверно пойду сразу в город или да наверное сразу пойду в город или шахт долину для зачистить сначала этика зачистим долина у нас тут все равно выбора нет потому что наш некромант ломанулся туда даже самый маленький хер бы вынес бы его без проблем он нам Так. Так, ну старичок у нас выдохся, поэтому прорываемся вперед. Либо вручную, либо с помощью некроманта. Так, ну че так? Хорошо, а ты че? Хорошо. Да, меня тут на ютубе спрашивали относительно полос. К сожалению, вот с полосками я ничего сделать не смогу, потому что я уже объяснял, что я играл. По сути дела на разрешение 800 на 600, а это отношение 4 к 3, а не 16 на 9. Да, я могу растянуть картинку, но поверьте мне, это не будет стоить того. Потому что все-таки, если картинка изначально 4 на 3, 16 на 9, растягивать ее. Ну, сами понимаете, в общем, совсем не то, не то, что нужно было бы. Вот. Итак, тут у меня случился капитальный epic fail. Показывать я его не стал. Epic fail запрещался в том, что я зашел в банк с другой стороны и на меня тут же кинулись. Видимо, подумали, что я попытаюсь его обчистить, но я не... Не было у меня мыслих его обчищать, поэтому я все-таки просто решил загрузиться. Так... Да, и как я говорил сразу же, фейлы я показывать не буду, потому что, ну, смысл показывать фейлы... Ну, нету никакого вообще. То есть... Показывать, как я там... Олажаю. Тут и так вообще невероятное количество видеоинформации надо будет обработать. То есть... Я не уверен, что не уверен, что... Стоит показывать мои запоры, тем более тут еще в основном есть... Относились собаков за поростые моменты. Ну, вот эта местная таверна. Можно подойти. Вообще странно, что вот этот диалог начинается до того, как мы вообще познакомились с товарищем, о котором идет тут речь. Его можно стандартно, в общем, закупить. Деньги не очень много. Вот, самые интересные тут персонажи, наверное, встречаются тут. Вот, один из них. Так, это у нас... Так, тут нас встречает представитель местного отделения, свидетель Яковых. И утверждает, что их религия самая правильная и самая верная. На-на-на. На-на-на. Тут нам рассказывают, какие они хорошие, какие все остальные плохие. Тут нам дают первую подсказку к замесу основного сюжета. Выясняем, что местный князёк Хисаркан наложил запрет на распространение этой веры дальше. Тут нам ещё описывают политическую ситуацию, как всегда. Так же нас тут проосвещает предмет Голокуб. Голокуб это, похоже, некая форма хранения информации. В общем, скорее всего, что-то связанное с кристаллами, но тут я так и не понял. В общем, суть в том, что Голокуб пропал в Севаре. Севар это... Севар это город, полностью захваченный вампирами. И суваться туда ради этого Голокуба нет смысла. Но, в принципе, вот его можно взять в партию, в пати, ну то есть в группу. Вот тот чувак, из-за которого состоялся разговор. Валяется там бухой. Идёт себя там разговаривать неправильно с людьми. Вот. Что у нас тут есть ещё? Так, если пойти налево, там будет товарищ, который даст нам очень интересный квест. Но... Я его первый раз запорол. Вот. Вот. И тут этот толкаш... Он... Да, да, да. В общем... Толкаш даёт квест убить главу местных шахт. Якобы он уничтожает рабочий профсоюз. Ну, подоплёка сюжета в том, что если его выполнить этот квест, этот же чувак Вас и пошлёт. Скажет, зачем ты его убил? Вот. И я его этот квест брать не стал, потому что он тупой. Вот здесь у нас живёт алхимик. Насколько я понимаю. Да, алхимик. Угу. Да, вот. Теперь надо будет собирать вытрезвитель. И он из него сделает супер-вотрезвитель. Насколько я помню, там нужно, чтобы 10 или 20 этого вытрезвителя... Он выглядит... Нет, не так. Вот так вот. Слезть от опьянения. Так, сейчас их у меня 11. Нужно ещё 9. Вот. Так что придётся тут немного... Бегать туда-сюда. И посопирать эти средства от опьянения. Попокупать. Так, здесь вот у нас кузнец. Кузнец. Его надо запомнить. Потому что он вам в дальнейшем понадобится. Так. Шило. Вообще странно, вот инструменты вроде бы есть, но пользоваться ими нельзя. Тут мы имеем на локотнике, на коленнике. Хотя, если мы посмотрим на персонажа, на нём ничего не одето. Так. Продам всякий хлам. Так. Хорошо. Так. Хорошо. В общем, можно качать торговлю, можно, но, как я уже говорил, смысла особо в этом нету. То есть, под конец денег уже становится, ну, девать некуда. Так. Хорошо. Теперь мы, наверное, всё-таки довершим осмотр этого города. Продолжение следует. А... Тут мы узнаем то, что под боком есть долина скелетов. Обедах Севара. В общем, вот о проблемах с местными ворами. Если вы хотите, вы можете поставить на паузу и почитать суть диалогов. Ежели нет, опишу вкратце, долина скелетов использовалась некромантами для проведения разных опытов. И вот там незадачливый некромант один. Он случайно оживил очень-очень много скелетов, и теперь они доставляют проблемы местным жителям. Здесь вот тоже есть небольшой магазинчик. Так, вот, в принципе, в принципе, нет, средство от опьянения большое делает только вот тот алхимик, который у меня зашел изначально, который находится не так далеко от местной таверны. Вот, и что же тут надо дальше? А дальше, дальше, дальше ничего, хорошо. Так, в принципе, в принципе, мы можем сходить к управляющими шахтами. Он нам тоже может подкинуть разнообразную работу, которую надо будет выполнить. В принципе, тут, по-моему, есть пару снадуков. А что, лестница. Надо же. Красный снег, наверное, за окном пойдет. Так, вот, это и есть управляющий местными шахтами. Вот. Он нам пожалуется на контрабандистов, что они, мол, опускают его доходы. Ну, я не знаю, по-моему, просто-напросто запросили больно большую долю. У него есть деньги, что это очень хорошо. Я ему продам часть своего барахла. Вот. Вот. И вот, как видите, надо с ним пару раз поговорить, чтобы появились. Настоящие квесты. Вот. Да. Вот. Хорошо. Можно с ним подорговаться чутко. И уже идти выносить воронов в шахты. Это находится в самом начале этой локации. Там, где стоят два козорога. Напомню, это ворны. Это такие вечероподобные существа, которые обитают в шахтах. Так, сейчас я быстренько пройдусь по городам и выкуплю средства от опьянения. Так, зеро. Так, так, где она живет, алхимик? Ага. Одно. Просто замечательно. Ладно. Прелестно. Прелестно. Так, ну тогда можно сходим вот это вот чепушили. Может, у него есть чё? Ещё ли чё? Сильное средство от опьянения. Но его нам, по-моему, нам не надо. Оно нам не надо. Так, забываем у него всякую ерунду. Хорошо. Тут у нас всё ещё встают пилу. Всего, насколько я напоминаю. Можно, в принципе, Парнас взять этот свиток. Я его, в принципе, вам зачитывал. Было бы уже в этом свитке рассказывается о... О вскрытии Сиуна этим иммерсидским магом Парнасом. Так, тогда перенесём всё в мир. Как видите, города, в которых я побывал, существует быстрое перемещение между ними. Надо будет сходить к шамамам, потому что, скорее всего, прошло время, и... Открылись новые ветки диалога. Вот. Так что... Давайте сходим к нам. То есть я хотел всё-таки вот этим моторством по поиску средств от опьянения вырезать, но вот тут я вспомнил, что я тут очень много... сделал... Поговорил с нужными людьми, и... Какие-то квестовые... Какие-то квесты закончил, какие-то начал, поэтому пришлось вот это вырезать... То есть, наоборот, оставить всё это дело. То есть... Ну, давай... Ну, давай... Да, да... Теперь можно с ним поговорить про замок. И выяснится, что... Пока у нас нету бумажки, мы вообще не являемся людьми, то даже... Вот, без бумажки ты промокашка, то есть ты вообще никто. Поэтому нужно... Добыть... Документы на наш замок для того, чтобы подсветить их владения и предъявить герцегу Хизу. Да, вот... Нотариус нос... Повсюду сылал свой нос. И, в общем... Документы на замок остались у него. Что, в принципе, странно, но всё же... Ладно. Дом носа... Дом носа мы видели при входе в эту локацию. Вот он находится между... Ну, в общем, на дороге прямо развалившись такая постройка. Сейчас я пока туда не пойду. Но сейчас я поговорю о высолении. Да. Это... Ээээ... Кого же там едет? Да, и пофиг. В общем, сейчас мы поговорим с управляющим об высолении. Да. 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 Подземный город он называет. Вот. Он рассказывает нам судьбу сына нотариуса носа. Вот. По имени Ток. И что этот Ток задолжал большую сумму денег. И в итоге дом нотариуса носа сожгли. Конечно, блин, для того, чтобы выяснить, нам пришлось зачистить там целый подземный город, как он это назвал. Скорее всего, всё-таки это было какого-то рода убежище. Так. А-а-а, да-да-да-да-да. Тут где-то в текстурах застрял был разбойник. Вот они с ним разобрались. Ладно. Двинули дальше. Я уже думал на меня кузнец кинется. Привал. Давайте привалимся. Угу. Нас интересуют средства отопления. У тебя есть? Да. Так. Хорошо. Осталось найти 6. Эх. Ну что, блин, придётся, наверное, в форт северно быть. В мире, по-моему, нету торговцев. Да. Так. Черт, sorry, никуда не шел. Так, ну, возьми, да? Так, ну, давайте, наверное... Все-таки... Да, вот, отделение Эллоид Кредитбанка. Вот оно. Осталось по правой стороны. Вот в этом доме есть еще один квест. Так. Тут батя Ивана лежит. С него, вроде бы, нельзя поговорить. Ну, ну ладно, что-то с ним взять. Ухнем попозже. Ну, вот этот Эллоид Кредитбанк. Здесь... Да, да, да. Кстати. Помните чек Аtsubiva на 2000 монет? Здесь его можно обналичить. Олов Вонгельд. Не проходит уловка. Денег нам не дает. Вот так. Так, ладно. Тогда, наверное, мы все-таки... Проверим, не появились ли новые средства от опьянения на торговца. Чтобы не бегать туда-сюда. Относительно артефактов. Артефактов в игре не так уж и много. Так что... Они частенько будут повторяться. Самое, как я говорю, полезное... Самое полезное не для мага, а артефакт. Это... Ингибитор мозга. Артефакт древних. Насколько я помню, он увеличивает интеллект на 3. Так что, если у вас уж персонаж совсем тупой, то его придется носить по-любому. Чтобы не упускать... Получить полное удовольствие от игры, его придется носить полностью. Так, давайте посмотрим... Что тут у нас еще за... Публика обитает. Хер в шляпе. Хер без шляпы. А вот тут в углу сидит более отвратительный хер. Он утверждает, что знает все обо всех. К нему мы и подойдем. Давайте посмотрим, что он нам предложит. Гелар. Он нам предложит... Он нам предложит обчистить его в кредит банк. Один раз я туда уже ссунулся. Что-то второй раз не очень охота. Ладно, двинемся дальше. Вот это очень интересный дом. Здесь должен быть квест один. Но он у меня почему-то... Триггер не сработал. Видимо, сюда надо зайти было первый раз изначально ночью. Чтобы запустить триггер этого квеста. Или же в него надо было в этот дом вообще не заходить до того, как мы этот квест не получим. Квест мы получим на этот дом чуть-чуть попозже. Ну, это не чуть-чуть, а там сколько-нибудь наберлось. Ну, в общем, значительно позже просто имеется в виду, что это дом. Просто у него есть своя история, свой хозяин, свой квест. Так, ну что же. Так, наверное, все-таки двинем в шахту. В шахту. Потому что искать это средство от опьянения, это то еще приключение. Надо тупо обходить все места, где мы были до этого. До этого. У меня была идея пойти туда вместе с этими ребятами. Ну, их что-то махом сливали. Мне что-то лишние крови на своих руках неохота. В принципе, в принципе, можно как-то было сделать. В принципе, можно было и на начало зачистить, а потом пригласить уже сюда этих козорогов. Просто-напросто козороги заберут часть золота себе. Мне тогда казалось, что золота будет не хватать. Поэтому я как-то решил один ломануться в эту шахту. Не сказать, что прям, может, это было зря, но... Блин. Вообще, лезть в эти подземелья... Тут очень темно, очень темно. И, блин, как я уже неоднократно жаловался, карта отсутствует как таковая. То есть, очень тяжело ориентироваться. Это надо на память именно. Именно на память ориентироваться. Блин, и поэтому, ну... А маги слабенькие. Слабенькие. Они, в принципе, с одного удара подыхают. Так, типа, чё тут происходит? Откуда дамаг идёт? Кто тут? Чё вообще? Я, вы чё, офигели, что ли? Как видите, у меня идёт кровопотеря. Вроде бы меня не отравили, но кровопотеря всё же идёт. Так. Очень странная вещь происходит. Они дерутся между собой. Да. Кто к нам тут ещё подкрадывается? Вообще, я сделал тут небольшую глупость. Надо было сразу же со всех трупов подбирать всё. Я решил, давайте сначала, думаю, кремьё от всех. А потом уже, ну, начнём заниматься собирательством. Но нет. Нет. Надо было после каждой схватки останавливаться и трупы отбирать. Потом её довольно-таки тяжело. В плане того, что они... В плане поисков этих самых трупов. Потому что они уже никак не будут подсвечиваться. Ни на карте, ни на... Ну, в общем-то, это не карты, это назвать тяжело. То есть, они вообще... То есть, отбирается сразу же. Если кого-то замочили, надо сразу же отбирать. Потому что потом уже не найдёшь. Просто написано. Чё? Кто это был? Где он был? Зачем он был? И был где он вообще? Так. Вот, например, за текстурой завалился. Как вот я. А, хорошо. Нам отдохнуть далее. Ладно. Ну, дальше мы двигаем. Дальше в шахты. Очень хорошо. Так. Кастуем. Я пока буду... Не надо заблуждаться. Некоторые обитатели этих шахт. И вас вынесут с одного удара. Так что... Если вы думаете, тут просто пробежать быстренько не получится. Я сам тут подыхал раз, два или три. Потому что, ну, очень сильные. Противники, да плюс ещё они травят. Вот, у меня пока отравления не было ещё. Ни раз. Но, в принципе, в теории они травят. То есть... Не, ну чё вы встали-то? Загрузился, видели вы. Потому что у меня тут... Случился небольшой баг. Вот. Пару раз я сохранялся, загружался. И бумаги, учитывая, что они... Не были уставшими, они изъявились вообще. То есть... Вот так вот стоят и не реагируют вообще ни на что. Вот. Поэтому я тут пару раз сохранялся, загружился. Чё вы там увидели? Ну, вот, наконец-то они начали двигаться. То есть, задача нашего Гвеста это зачистить только шахту. Ну, в принципе, это понятно. Ничего тут сверху умного ждать не приходится. Но не все квесты в игре такие. Нет, нет, не все. Потому что... Я помню, были и будут впереди квесты. Были и будут поумнее. В особенности, когда мы уже придём в столицу. Казмира. Элуэт. Ну, давайте, ребята. Кастуйте. Это было жёстко. Как-то на одном форуме я вычитал такую ерунду, что, мол, создаются пользовательские модификации для пограничья. Ну, это ерунда полнейшая, потому что, ну, в общем... Движок у пограничья свой, инструментарий тоже свой. Я пытался разыскать человека, который хоть приближённо мне мог объяснить, на каком движке сделана игра. Есть инструментарий. То, что инструментарий есть, я знаю. Я видел его на сканшоте. То есть... Но... Скорее всего, он никогда не будет доступен. Вот. Так что... Сильно не обольщайтесь. То есть... Это, в принципе, и последняя тема. Это... Про... Мода на пограничья. Очень-очень много лет. Так, тут я... Полагаю... Погиб и загрузился, да? Да. Вот. То есть, я там даже, в принципе, ковырялся в самой игре даже. Как я говорил, не было возможности. Либо возможности, либо разработчик. В общем, нет возможности читать что-либо. Книги. Или там... Свитки. Вот. А свитки сами есть. И... То есть, информацию я уже находил. Вот. Непосредственно, ковыряясь в самой игре. То есть, в ресурсах. То есть, закрыты они не сильно далеко. То есть, они не зашифрованы. Ничего. Тексты вот просто лежат в виде текста в определенной папке. То есть, также я смотрел вот диалоги, признаюсь честно. То есть, из этих я понял, что диалоги от интеллекта, в зависимости от вашего интеллекта персонажа, могут сильно различаться. А диалоги за вора очень сильно различаются. То есть, от тех диалогов, скажем, и диалоги честных людей, и диалоги воров, воры персонажа, они довольно таки различаются. Хотя, в принципе, игра позволяет и воину быть не сильно порядочным человеком при желании. Так, ну давай, ползи сюда. Ужи сюда. То есть Мне там пишут Дело еще, блин, ребята Как я уже говорил, по-моему, до этого Но тут вот в таких вот моментах В подземельях Особо говорить-то не о чем Я, конечно, могу их там в ускоренном Варианте прокручивать, но Бывает, что Какой-то предмет Предмет, искомый вами В дальнейшем Будет лежать вот так вот А поскольку тут нету карты, не ориентиров В ускоренном виде я показывать Не могу Просто-напросто можете не сориентироваться Где этот предмет лежит Потому что честно признаюсь, что я Некоторые предметы, но очень долго искал Потому что там Вот они там где-то лежат И, блин, ну где там-то Там-то, блин, понятие растяжимое Все-таки Поэтому Возможно, будут такие моменты Чтобы просто-напросто Будет идти музыка И будут чувствовать Эти битвы Потому что, ну, там Освещать вот такой Денжон Очень тяжело Потому что, ну, в принципе, ничего интересного нету Вот Тут очень темно Очень темно Есть Ух ты 110 Вот это Помород Там Таким меня пока может пять-шесть ударов за пять-шесть ударов с лица просто фуф пронесла не стоит расслабляться друзья не стоит в этих подземельях есть некоторые твари очень кусачи так нам его похоже снова вышли в изначальный холл на здесь единственным ориентиром будет служить только вот метка ветка же да ну то есть ниже до метка вот рельса здесь по которым возились вагонетки тут к сожалению другого ориентира я просто на пустого этих пещерах не знаю как сориентировать вас вот так нельзя отдыхать пока вред находятся рядом с вами вверх и где же этот враг а пропустил похоже одного вот это еще нормально семьдесят это я могу оттанковать но эти ворны еще маленькие вот такие ворны будут водиться. Там, козорогов, это вообще очень большие твари. Где-то еще какие-то они довольно маленькие. Там уже будут твари побольше, побольше. Так, ну вроде мы тут все зачистили. Вроде как. Нет, все-таки еще один остался. Вот так где. Махом. Так, так, так. Отдыхаловку устроим. Так, ну вроде бы теперь шахты чистые. Каких-то особых тут предметов в этой шахте я не припомню. Разве что серебро с трупов этих ворнов можно пособирать. Ага. 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 Ну ладно, две ноги, наверное, отсюда. Особо-то делать нечего. Так. Ну ладно, вернулись в переднюю пещеру. То есть мы были в задних пещерах. Теперь вот в передних. В принципе, передний зал. А там задний зал. То есть тут, похоже, погрузка уже самого серебра шла. А там, там сама добыча. Ну то есть шахты углубляются в землю. А там. Да. Да. Так. Я думаю... Думаю, пойдем отсюда. Потому что, ну в принципе, с очисткой прошла успешно. Что тут еще делать? Так. В принципе, можно, по-моему, косорогом еще сейчас сказать, что пойдемте со мной. Но еще раз говорю, тогда придется с ними делиться деньгами. Но, в принципе, я решил с ними деньгами не делиться. Вы, в принципе, если хотите, можете поделиться. То есть... Дело ваше. Дело ваше. ... Дело ваше. Дело ваше. Двинулся обратно в Мазм, награду за квест получать. Двинулся обратно в Мазм. Так, ну, в принципе, в принципе, да, я сдам квест. Я сдам квест Меру этого городка, начальнику, управляющему, как хотите. Почему-то он у меня отображается как торговец. Странно, ведь это совсем не торговец. Так, сюда и вот сюда. Ну вот, мы получили, в принципе, от него деньги. Деньги получили, можно гулять. Почему я не взялся за другой квест? Там надо убить Марвела. А Марвел дает еще там несколько квестов. В принципе, никто не запрещает этот квест взять потом. То есть, когда вы уже с Марвелом закончите полностью. Можно, в принципе, и взять вот этот квест на убийство Марвела позже. Хотя, кто его знает там? Потому что обговорено, что они строят мост. И если мост будет построен, даст ли он этот квест? Вот это большой вопрос. Насколько я больше к этому Марвелу, по-моему, не заходил. То есть, получается, один раз я его убил. То есть, по заданию вот этого квеста. По-моему, квест в журнале так и отображается. Сумасшедший квест. И вот этот раз, когда я убил воронов, сдал его. То есть, не торопитесь убивать ключевых персонажей. Потому что, мало ли, как они там связаны друг с другом. Все может оказаться не так, как просто, как кажется на первый взгляд. То есть, взаимосвязь у персонажа может быть глубже, чем кажется. Так. Так. Ну Маландарт. Возвращаясь к паллеру. Тайна. Так. Возвращаясь к лининым. μα bonds acro Wenn it! Мы наверное продолжим крест по антиопиленеющим средствам. Хотя, мне кажется, проще было ему опохмелки дать. Тут стоят чуваки, которые охраняют вход в долину скелетов, чтобы оттуда не попёрли мертвяки, некроманты, как видим. Послали какого-то... Некроманты послали какого-то паренька своего разбираться, сдерживать этих скелетов. Проходящий некромант до него просто-напросто поднял почти всех скелетов, каких только мог своей магией. То есть, говорится, что он сделал это случайно, дальше по игре, но... Как вариант, он это сделал для того, чтобы за ним никто не последовал. Подальше мы, наверное, не отпустили всё-таки в поисках этого антика, или ещё средства. Так, ладно. Чтобы наши маги на них не кинулись, нам придётся их мочкануть. Этих крыс, этих подлых крыс. Тут ещё скелет подтянулся на здоровье. Вот это... На самом деле, это усыпальница одного титана. Что есть титан в игре, я так и не понял. То есть, не объясняется, что именно здесь значит титан. Но... Как я предполагаю... То есть, я поделюсь предположением чуть попозже. Когда мы определимся, кто есть боги, который на себя этот мир, тогда я уже скажу, что есть такой титан. В общем, это гробница одного из титанов. Нам туда надо будет по одному квесту сходить. Блин, ну чё вы делаете, а? Кастуйте нормально уже. Видите, я не пробиваю его защиту. Ааа... Ну, наконец-то. Ты что-то случилось просто. Угу. Ну... Собственно, ты приклеиваешься. Сохраняй-кар. Это надо было бы сделать. Угу. Ну! Терри-кар. Он бы не выделил. Субтитры делал DimaTorzok Мы сражаемся со скелетом, а тут рядом с нами такая бабочка летает. Что-то как-то странно даже. Да, тут один скелет, по-моему, провалился под текстуру. А, вот он застрял в текстурах. Ну ладно, всё.